Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня мы поговорим о ветеранах совсем других сражений и речь у нас пойдет о чеченской компании. В гостях у нас Олег Александрович Логуткин. Здравствуйте! 1994 год. Первая командировка в Чечню. Как это было, что там было, как готовились перед ней? Давайте начнем с подготовки. Что предшествовало? Скажу так, что в принципе подразделение наше, это специальный отряд быстрого реагирования, они уже были созданы в 1993 году. И приказ по формированию Рязанского СОБРа непосредственно, он был от 18 февраля 1993 года. Была конкретная подготовка этих подразделений на базе десантного училища в Сельцах. Проходили специальную подготовку, отрабатывали элементы Брижнева в бою и так далее. То есть чисто войсковые такие направления, мероприятия. Ну и соответственно все нюансы. Снайперская подготовка, альпинистская подготовка, штурмовая подготовка, работа чисто по тактике, там, допустим, четверками, восьмерками и так далее, двойками, как положено. И, в общем-то, подразделение было готово. Оно даже было готово не то, чтобы работать именно в условиях военного какого-то периода, оно формировалось для борьбы с организованной преступностью, вот самое главное. Но и для боевых действий эти подразделения тоже были готовы. Ну и в 94-го года, ну оно как бы, вот его не было такого, скажем, периода, чтобы мы вот ждали, что-что-то как-то. Ну, произошло все очень быстро. То есть пришла телеграмма из Москвы, что, значит, 9 декабря быть на базе спецназа «Вега», быть там на базе и готовыми выехать в командировку. Ну, что мы сделали? Мы в течение двух часов собрались очень быстро и автобусом выездились уже в Москву, где на базу, где нас, в общем-то, ждали. На следующий день нас вывезли в аэропорт Чкаловский и на Ил-76 в транспортном самолете мы уже через два часа были на территории Моздока. Там мы пробыли порядка двух дней и уже дислоцировались потом на станицу Знаменская, это центр равнины Чечня, это центр Чечни был, Чеченской республики, где практически пришлось пробыть две недели. Я был назначен командиром сводного отряда Соборов, это Орел, Рязань, Тверь. И уже где-то числа 28 декабря я получил приказ выдвинуться под город Грозный, это территория Семенной базы. Это как раз та территория, где еще, в принципе, там уже никакой, скажем так, там были просто уже разоренные помещения, кирпичные постройки, где-то в брутах зерно еще лежало и так далее. В общем, мы ждали команды, когда будет выдвигаться дальше, то есть это уже перед нами Грозный был. И когда вот перед тем, как еще туда уже выходить, пришлось, так сказать, находиться вот в этих, ну, где-то ночевали в брутах вот зерновых, позже, на следующий день мы там обнаружили, конечно, растяжки, гранатные растяжки, там порядка 6 гранат было. Да, как мы там их не задели, это уже, кажется, ну, наверное, это, я не знаю, это, наверное, Господь Бог нас, так сказать, отвел от этого всего. Ну, в общем-то, все сделали там, все разменировали. И 31 числа мы получили приказ на штурм Грозного. Ровно с 17 часов там колоннами выходили, так сказать, колоннами выходили и, в общем, зашли в город Грозный. Ну, все, конечно, все были обстреляны, соответственно, то есть там боевики, боевики, конечно, достаточно жестко работали в этом плане. Ну, гражданским до этого, гражданским был предоставлен зеленый коридор. То есть трое суток, за трое суток люди могли выйти, в общем, гражданские лица покинули Розный, поскольку бои там должны были, предполагались достаточно жесткие. Ну, кто вышел, кто не вышел, наверное, там, скорее всего, старики остались. Кто-то не пожелал просто уезжать, бросать свои там дома и так далее. Ну, первый штурм Грозного прошел достаточно, ну, скажем так, ну, я бы сказал, неудачно. Почему? Потому что зашли, дошли, прежде чем, до центра Грозного, в общем-то, командовал этим направлением генерал Воробьев, сейчас его помню, вот, получили приказ, но дальше не прошли и опять возвратились с Грозного. Вернулись опять на силенную базу, ну, ждали там конкретных дальнейших указаний. Но, скажем так, дальнейшие штурмы, они, как бы, таких вот значительных успехов тоже не принесли, и приходилось уже, как бы так, уже просачиваться там группами и так далее, то есть, ввести там уже приказы. Там военные по своему направлению работали, мы по своему направлению работали. Городские бояне самые сложные, сами все представляют. То есть, достаточно механизм такой, где, ну, у меня есть конкретные, были конкретные предположения, я их, допустим, на совещаниях озвучивал, потому что я был командиром сфорного отряда. Я выходил на эти совещания и предлагал о том, что работать надо как-то, ну, как бы сотами, то есть, отработали район один, да, допустим, взяли его там, полностью зачистили, создали там блокпосты, вот, тылы все у нас, как бы сказать, все обеспечены, подход, опять же, всех необходимых подразделений, которые должны, в общем-то, оснащать там боеприпасами, там, ну, питанием и так далее. То есть, вот этим сотами я предлагал работать, в общем, достаточно было бы комфортно в плане, чем, прежде чем, ну, не так, когда зашел в город, вышел, зашел, вышел, это сложно, это непродуктивно, я бы сказал даже. Поэтому вот здесь, в городских боях, нужно четко понять, любой город – это, как сказать, сложная крепость, и она требует определенного подхода своего такого, чтобы четко понимать конечный результат, да, то есть, штурм должен быть, он должен быть предопределен конечным результатом, то есть, это самое важное. Ну, в общем-то, бои шли достаточно жесткие, жесткие, там, за каждый дом, за каждую улицу много было, ну, и потери, конечно, были. Естественно, вопросов нет. Поэтому здесь вот, я бы сказал, вот эти вот бои, такие контакты с боевиками, они, конечно, были достаточно, скажем такими жесткими, что ли, очень жесткими. Почему? Потому что там, ну, наверное, какая-то у них конкретная своя, была какая-то задача поставлена. То, что касалось вот именно состава такого, да, личного состава боевиков, они-то самые разнообразные были. Там, ну, это такие экстремистские, скажем так, те группы, которые, ну, и воевали, в общем-то, в принципе, за деньги практически. То есть, это та ситуация, которая их стимулировала материально. Может быть, это вопрос к обычным ребятам, которые там оказались, но все равно, может быть, бойцы СОБРа тоже с этим сталкивались. Ну, вот была командировка, да, увидели все, что творится, побывали в этом, но потом-то плюс-минус возвращается к нормальной жизни, легко ли перестроиться, или все это вот остается, то, что там было. Ну, знаете, по опыту я скажу, что, в общем-то, вот у нас уже, допустим, в наших подразделениях уже не одно поколение сменилось, да, то есть, мы их, как называем, новые призывы, что ли, да, то есть, новые уже, новые люди, новые поколения, новые ребята. Ну, и, в общем-то, опыт традиционный, да, опыт он передается, и, в общем-то, и психологическая подготовка, она тоже передается. Я вот не замечал, поскольку я, допустим, вот уже не работаю, но я и в зал, в спортзал хожу туда практически, то есть, я контактирую с ребятами. Это очень вполне психологически устойчивые, уверенные в себе ребята, молодцы. Я вот сейчас скажу, что, ну, даже город заберет вот за них то, что они так. И приезжая с командировок, они, и опять уезжая, то есть, они не теряются ни во времени, они не теряются вот этой, не расхолаживает их, вот такая психологическая совершенно другая обстановка, то есть, они готовы продолжать. Вот этим и отличаются вот эти спецподразделения. Туда и набор-то идет совершенно другой немножечко, понимаете. Туда набор идет достаточно, ну, по психологической устойчивости, по профессиональной направленности, да, то есть, насколько по оперативному мышлению, насколько это все увязывается в одном человеке, и это главное. Когда находишься там, может быть, даже как-то привыкаешь к той ситуации, да, вот, мне приходилось, допустим, уже с Грозного опять возвращаться в Знаменское, там, брать технику, опять возвращаться в Грозный, вот. Ну, и как бы вот эти все маршруты, они, ну, не знаю, как, ты уж как ездишь, как дома, что ли, уже привыкаешь ко всей этой ситуации, оно на тебя как-то не тревожит, что ли. Хотя пули свистят, шальные пули, ты их там слышишь под ушами, но все равно, тем не менее, как-то привыкаешь. Я думаю, что, наверное, вот главное вот в этих событиях, это понять все-таки ту необходимость, наверное, которая, в принципе, она возникает, да, то есть, ну, наши ребята как бы понимали, что это подразделения, которые, они нацелены на эту работу, то есть, они готовы были, соответственно, тактические, так сказать, тактическая подготовка была на уровне, были подготовлены, с оружием владели, можно сказать, в совершенстве, снайперские группы тоже работали достаточно эффективно. Поэтому, ну, вот это вот, наверное, такое положение, которое оно на тот момент было, оно было вполне контролируемым и рабочим, вот так сказать. Мы, кстати, все сравниваем, вот, допустим, события, вот, ребят с Афганов, события, да, мы с Чеченской тоже вспоминаем, сейчас, допустим, специальную военную операцию. Я вот всегда говорю, что главное, вот, что главное для того, чтобы, как бы, воевать, чтобы результативно воевать, да, защищать Родину и так далее. Что самое главное? Главное – это когда люди, ну, скажем, наверное, входят в такие вот сложные физические, психологические такие условия, да, главное – это привыкнуть к ситуации, главное – понять, дать и заставить себя привыкнуть к этим сложностям, которые есть. И сделать их, ну, скажем так, обыденными, нормальными, рабочими. Вот это самое главное. Некоторым, может, это не удается, поскольку, ну, это необычно все. Ну, а когда ты, допустим, находишься там, да, что какие условия там у нас тоже были, там, допустим, ноги постоянно мокрые, то есть нет вот этого всего, того, нет никаких там, в этих, скажем так, тех же самых, семенная база была, мы там, ну, скажем так, сквозняки кругом, мы до синивы доходили, то есть у нас кожа была синей просто. Ну, ничего, вроде никто не болел, самое интересное, что я почему говорю, что главное, чтобы привыкнуть, чтобы адаптироваться вот к этим условиям, и тогда будет, наверное, будет все как-то относительно комфортно, я бы сказал, да, то есть выполнять поставленные задачи, то есть вот таким вот образом. А вот среди ваших наград есть награды за Чеченскую войну? Да, вот мой орден, как раз. Там это объемные, так скажем так, эти награды, они объемные, почему бы, это не только, допустим, за какую-то конкретную операцию, это может быть и за большой объем работы, вот я, например, вспоминаю там, и вспоминаю вот это Знаменское, да, поскольку приходилось мне коннектировать очень много, вспоминаю штурм Грозного, да, вывод, чтобы люди все целы остались, то есть, ну вот это так вот, да, и меня к этому ордену представлял генерал Батурин Борис Никодимович, да, он, это командир российский СОБР, генерал-майор, вот, именно там, в Грозном, то есть он, мы были на консервном заводе, и он, в общем-то, подписывал сам лично. Спасибо большое, что стали нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы, а на этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова